Европейский Союз не потерпел поражения в борьбе с беженцами. Поток был всегда в Европу. Он был и 10 лет назад, и 15 лет назад, и 5 лет назад был. Всегда цифры были сопоставимы. По данным Frontex, это организация ВЕС, которая отвечает за контроль над внешними границами. По ее данным, в прошлом году, за весь прошлый год, порядка 120 тысяч достигло берегов внешней границы Европейского Союза. Главный мороз, конечно, идет об Италии и Греции, куда направляются потоки. В этом году, в первом полугодии, уже свыше 350 тысяч. То есть, видите, уже превышение в три раза. Это, конечно, много. При этом поток не закончился. Мы видим статистику, что каждый день то там три тысячи высадилось, то тут корабль полторы тысячи привез. Есть еще так называемые легальные беженцы. Это второй поток, который появился в Европе. Откуда он исходит, этот легальный поток? Из стран, в первую очередь, Балканского региона. И правильно говорит канцлер Германии Меркель, ну, там же боевых действий особо не ведется. В некоторых странах вообще хорошая мирная жизнь. То есть, какие основания вот у этих людей переселяться в Европу, да, и получать социальные льготы? Ну, оснований, по сути, никаких. То есть, оснований только одно, что они хотят для себя получить более комфортную и более удобную жизнь. Благоприятную для себя, для себя, для себя, для себя, для себя, для себя. Но, с другой стороны, Европа нигде не провозглашала, нигде не писала в своих учительных документах, что она приглашает всех к себе. Что она открыта для всех. Да, существуют в Европейском Союзе документы, связанные как раз со статусом беженцев. Это имеет, скажем так, больше регулирование на национальном уровне, чем в европейском. Да, не существует какой-то единой конвенции Европейского Союза, которая регулирует правосатус беженцев. Это регулирует национальные документы. Не каждая страна, в зависимости от своих возможностей и политических, и социальных, и экономических, она принимает определенное количество беженцев. Ну, так условно говоря, существуют квоты. Сегодня эти все мыслимые и немыслимые пределы преодолены потоком беженцев. Недавно они собирались весной и приняли решение, уже в Брюсселе, что максимально Европейский Союз в ближайшие два года может разместить 60 тысяч. Всего 60 тысяч. При этом решение до конца не было принято, потому что из 28 стран 10 стран Европейского Союза высказались против. И первое, конечно, вы понимаете, что высказались против наиболее отсталой в экономическом развитии страны. Меркель уже высказывалась на эту тему не раз до этого. И основная идея заключается в том, чтобы создать так называемые регистрационные кампусы. В первую очередь в тех странах, которые принимают основные потоки беженцев. Это Греция, это Италия. Выделить им деньги, достаточно большие, речь идет о миллионах евро. И, кстати, вот здесь, знаете, еще тоже интересно, еще другая сторона вопроса, что, например, та же Греция, она немножко даже зарабатывает на этом потоке. Потому что, представляется, недавно субсидиями выделяли порядка 60 миллионов евро на обеспечение работы этих регистрационных лагерей. И она тоже чуть-чуть даже зарабатывает. Мы знаем, что ситуация в Греции не очень хорошая. Тут дополнительные деньги из Европейского Союза. И греки поступают очень просто. Они, видите, как принимают. Они никого обратно не отсылают. Но что они делают? Они быстренько считают по головам, смотрят, чтобы он не был связан с какими-то террористическими организациями. Еще одна проблема беженцев. И дальше они у них спрашивают прямым текстом, а что вы хотите делать? Куда вы хотите поехать дальше? Беженцы, как один, заявляют, что они хотят в Германию. Но это основной цель направления. После этого греки спокойненько совершенно выдают им так называемый транзитный документ. И с этим транзитным документом они их подвозят дальше в систему парома, а не материковую часть Греции. Границы туда ближе к Македонии. И отправляют дальше в Европу. Македонцы поступают таким же образом. Отправляют в сербы, поступают таким же образом. У них теперь получается, что первая европейская граница – это Венгрия. В Венгрии тоже поток уже большой. Но тоже мы видели события в Будапеште на вокзале. Огромное количество. И они все заявляют, хотим в Германию. Хотим в Германию. То есть как бы и Венгрии тоже говорят, что проезжайте. Просто они уже создают там и в Будапеште, и в других городах серьезную напряженность. При этом, видите, немцы не отказываются принимать их. Особенно немцы радужно настроены в адрес сирийцев. Потому что они понимают, что там идет серьезный конфликт, серьезная война, и люди страдают.